Здарова домкраты! Сегодня научимся рвать с ребра. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео уроки. Для выполнения данного упражнения нам прежде всего потребуется инвентарь, а именно само ребро. Как только вы обзавелись данным инвентарем, можно начинать обучение. Ну а для нетерпеливых, у кого ребро не сконструировано, можно использовать узкую лавку для жимов, которых полно в любом тренажерном зале. В данном видео уроке мы будем разделять рывок с ребра на два вида, статический и динамический. Начнем со статического. Первое. Установите штангу на одной из ребер и совершите рывок в полуподсед без разброса ног. Обязательно работайте в полную амплитуду, хорошо подрывая штангу и сопровождая ее вдоль тела после подрыва. Рывок с ребра, как правило, делается без разброса ног. Обычно данное упражнение делают с сериями подходов, с разных ребер. Например, с таким ребром, как у меня, я продемонстрирую серию 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Некоторые спросят, а почему не проще взять пленты и работать с них? Отвечу на ваши вопросы. Первое. Есть возможность работать с разных углов, быстро их меняя в одном подходе. То есть, выше колен, уровень колен, ниже колена, середина голени. Второе. Ребро, находящееся между ног, не позволит просесть низкий сет, благодаря чему вы научитесь жестко встречать штангу в полуприседе, а также постоянно концентрироваться на высоком мощном подрыве, а не на уходе. Третье. Возможность использовать динамический метод с упругими свойствами грифа. О нем мы как раз и поговорим далее. Динамический метод подразумевает использование упругих свойств грифа во время подхода. Как работать при таком методе? Опуская штангу из прямой стойки, не отводите гриф от бедер, а наткнитесь грифом на ребро, при этом не расслабляя спину и ноги, иными словами, не проваливайтесь вслед за снарядом. Во время удара о ребро, гриф прогнется и инертно, выпрямляясь, будет стремиться отскочить от ребра с хорошей скоростью. Именно этим коротким моментом мы и пользуемся, подхватывая эту инерцию и разгоняя снаряд с большей скоростью. Вся прелесть этого метода начинается на весах выше среднего. Предположим, на штанге 100 кг, но ударяясь с инертно на ребро, снаряд, подобно баскетбольному мячу, подлетает вверх на мгновение, находясь в невесомости. Соответственно, пользуясь этим моментом, вес нам кажется меньше, но скорость тяги будет очень хорошей. Следовательно, в данном упражнении мы имеем возможность работать на тяжелом весе с такой же скоростью тяги, как и на легком. Очень хорошо данный факт ощущается на тягах рывковых и толчковых с ребра, ведь там веса можно поставить свыше 100% от ваших классических движений. А по ощущениям и скорости будем тянуть как с 70% на веса. Данное упражнение я рекомендую выполнять в лямках с весами в рывке и взятии на грудь до 60-70%. В тягах от 100 и более процентов от классики. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.